22 июля 1977 года в США состоялась премьера захватывающего приключенческого фильма ужасов «Смерть среди айсбергов», снятого режиссером Майклом Андерсоном по одноименному роману Артура Херцога. Премьера киноленты в СССР состоялась в 1982 году. Фильм пришелся по душе отечественному зрителю, и многие посмотрели его не единожды. Всего в СССР ленту в кинотеатрах посмотрели более 33 миллионов зрителей. С момента премьеры фильма прошло более 47 лет. Нет ничего удивительного в том, что многие актеры, сыгравшие роли в этой ленте, не дожили до наших дней. Тем не менее, немало и тех, кто жив и даже продолжает сниматься. Сегодня мы вспомним их. Актриса Бо Дерек исполнила роль Энни. Она знакома миллионам зрителей во многих странах мира по десяткам ролей. Мэри Кэтлин Коллинз, именно такое имя при рождении получила будущая актриса, появилась на свет 20 ноября 1956 года в Калифорнии. Ее родителями были фотограф и исполнительный директор рекламного агентства. Впервые в кино Бо Дерек снялась в начале 70-х годов. Речь идет о малобюджетной романтической драме, снятой в Греции, которая в нашей стране почти никому неизвестна. Пробы на роль в этом фильме актриса успешно прошла, когда ей было 16 лет. Многие помнят Бо Дерек по ролям в лентах «Тарзан. Человек-обезьяна», «Горячий шоколад», «Разбитая интрига», «Уволень Томми» и «Застывшая от страха». Бо Дерек довольно рано вышла замуж. Она познакомилась со своим будущим мужем, актером, режиссером и фотографом Джоном Дереком, когда ей было 16 лет. Разница в возрасте между мужчиной и девушкой составляла целых 30 лет, что, впрочем, не помешало им прожить в браке вплоть до смерти режиссера в 1998 году. После ухода Джона Дерека из жизни, актриса начала встречаться с актером Джоном Корбеттом. Согласно данным из открытых источников, Бо Дерек и Джон Корбетт начали встречаться в 2002 году, а поженились в 2020 году. Сейчас актрисе 67 лет. Актер Роберт Карадайн сыграл роль Кена. Он является популярным актером, на счету которого около 100 работ в кино. Роберт Карадайн родился 24 марта 1954 года в Голливуде. Впервые в кино он снялся в 1971 году. Актер сыграл небольшую роль в многосерийном фильме «Бананса», выходившем с 1959 по 1973 год. Свою первую главную роль Роберт Карадайн исполнил в ленте 1997 года «Месть полудурков 2. Полудурки в раю». В третьей и четвертой частях этой комедии он также появился в качестве главного героя. Кроме того, актер сыграл ведущие роли в таких лентах, как «Член семьи», «Идеальные убийцы», «Гуманоиды из бездны», «Эффекты магии», «Опасная кривая», «Ночной монстр» и во многих других. Не стоит забывать и другие роли Роберта Карадайна в кино. Они хоть и не главные, но запоминающиеся. К примеру, миллионы зрителей помнят этого актера по ролям второго плана в лентах «Джанго освобожденный», «Затерянный город», «Патруль времени 2. Берлинское решение» и «Закон и порядок». В этом году Роберту Карадайну исполнилось 70 лет. Он продолжает активно сниматься в кино. К примеру, в начале 2024 года состоялась премьера триллера «Ночь, когда они вернулись домой», в котором актер сыграл Барта. Актриса Шарлотта Рэмплинг исполнила в фильме «Смерть среди айсбергов» роль Рэйчел Бэтфорд. На ее счету более сотни работ в кино, в том числе немало главных ролей. Будущая актриса появилась на свет 5 февраля 1946 года в графстве Эссекс в семье Готфе Рэмплинга, британского офицера и олимпийского чемпиона 1936 года. Шарлотта Рэмплинг начала сниматься в кино в начале 60-х годов прошлого века. Свои первые роли она сыграла в сериале «Мстители», «Ленте, сгнившей насквозь» и комедии «Сноровка и как ее приобрести». Первую главную роль актриса сыграла в драме 1974 года «Ночной портье». Шарлотта Рэмплинг сыграла роль Люции. Также она сыграла главных героинь в лентах «Плоть орхидеи», «Прощай, моя любимая», «Вердикт», «Здравствует жизнь», «Дважды не умирают», «Ночной Париж», «Брошенная женщина», «Бассейн», «Ключи от дома», «Крылья голубки», «На юг», «Глаз шторма», «Я Анна», «45 лет», «Со вкусом можжевельника» и во многих других. Многим зрителям в десятках странах мира актриса запомнилась и по ролям второго плана, в том числе в лентах «Дюна», «Погружение», «Основной инстинкт 2» и «Бессмертная война миров». Шарлотта Рэмплинг трижды была замужем. Вторым мужем актрисы был музыкант Жан-Мишель Жар. У Шарлотты Рэмплинг двое детей. Сейчас актрисе 78 лет. Актёр Питер Хутен сыграл в фильме «Смерть среди айсбергов. Роль Пола». Его фильмография не настолько богата, как у партнёров по съёмкам в ленте «Смерть среди айсбергов», но это не делает его менее известным и всё благодаря успешному для его актёрской карьеры 1978 году. Но обо всём по порядку. Питер Хутен родился 29 ноября 1950 года в штате Флорида. Впервые в кино актёр снялся в начале 70-х годов прошлого века. В его фильмографии роли в фильмах «Солдат», «Убийственные сны» и в других. Как и было сказано ранее, самым успешным на данный момент годом в актёрской карьере Питера Хутена стал 1978 год. Именно в этом году он сыграл ведущие роли в лентах «Бесславные ублюдки» и «Доктор Стрэйндж». На сегодняшний день ничего не известно о новых работах актёров кино. В 2024 году Питеру Хутену исполняется 74 года. К сожалению, до наших дней не дожили. Актёр Ричард Харрис, сыгравший главную роль капитана Нолана. Актёр Уилл Сэмпсон, который появился в фильме «Смерть среди айсбергов» в роли Умилака. Актёр Кинон Уин, которому досталась роль Новака. А также другие актёры, сыгравшие роли в этой ленте. Если вас интересует их судьба, то пишите об этом в комментариях и я обязательно расскажу о них в будущем. Субтитры сделал DimaTorzok